Доброе утро! В нашем организме более 60 различных гормонов. При сбою одного из них происходит гормональный дисбаланс. Какие симптомы могут быть и чем он опасен, сегодня узнаем в нашей программе. Про гормональный дисбаланс нам сегодня расскажет врач-эндокринолог поликлиники номер один Осташкина Олеся Алексеевна. Доброе утро! Доброе утро! Прежде чем узнать, что такое гормональный дисбаланс, давайте скажем, зачем в нашем организме нужны гормоны? Ну, стоит сказать о том, что эндокринную систему формируют эндокринные железы. Особенность этих желез в том, что они выделяют свои вещества, как мы называем их гормоны, напрямую в кровоток. То есть действует, то есть у них абсолютно прямая связь. И по сравнению с другими органами они имеют довольно-таки небольшие размеры. И эндокринная система постоянно мониторит потребность различных органов и тканей. И если поступает звонок о том, что не хватает каких-то гормонов, она, соответственно, выделяет для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Поэтому любой недостаток, любый избыток гормонов ведет к симптоматике. Так какие же симптомы гормонального дисбаланса выделяют? Симптомов, на самом деле, множество, с которыми обращаются к эндокринологу. Один из самых первых – это нарушение сна. Если пациент, собственно, спит своеположное 7-8 часов, но пробуждается, он чувствует себя разбитым или разбитым, то, скорее всего, либо он не высыпает достаточное количество часов, либо не засыпает в одно и то же время. В идеале, конечно, нужно засыпать до 23.00. У убежденных полночников, к сожалению, вырабатывается большое количество кортизола и недостаточное количество мелатонина – гормона сна и гормона роста. Поэтому эти пациенты, которые не досыпают свое положенное время, часто наблюдаются такие симптомы, как синдром хронической усталости, нервозы и ожирение. Следующий симптом, с которым часто обращаются – это низкая физическая активность. То есть любой гормональный дисбаланс часто ведет к снижению толерантности к физической активности и снижению выносливости. В норме усталость проходит после отдыха. То есть она характерна, в принципе, после рабочего дня человек должен отдохнуть и усталость должна пройти. Если эти симптомы не прекращаются после того, как человек отдохнул, то обратиться к эндокринологу обязательно, особенно если эти симптомы сочетаются вместе с апатией, плохим настроением или, наоборот, какой-то тревожностью. Обратиться – это один из специалистов, кому стоит обратиться. Дальше следующий симптом – это избыточная тяга к сладкому. То есть если вы привыкли пить чай или кофе с четырьмя-тремя ложками сахара плюс торт или какое-то сладкое на завтрак, на обед и на ужин, то эндокринолог также один из специалистов, к которому необходимо обратиться. Дальше наши частые самые жалобы – это перепад настроения, с которым приходят пациенты. И, к счастью, сейчас терапевты начали направлять к нам с этими жалобами, и мы часто выявляем патологию щитовидной железы. То есть если пациенты жалуются на апатию, депрессивное настроение, либо, что характерно для заболевания гипотиреоз, сниженной функции щитовидной железы, либо, наоборот, возбужденное настроение, возбужденное состояние, то может быть свидетельность о избытке выработка гормона щитовидной железы, тиреотоксикозе. Дальше – это изменение веса, как в сторону набора масс тела, то есть ожирение, избыточное масс тела, когда у нас индекс масс тела больше 25, это избыточное масс тела, и больше 30, это уже начинается ожирение. Также и в сторону дефицита масс тела, тот же самый тиреотоксикоз, избыток выработки гормонов щитовидной железы, часто выявляется у пациентов именно снижение масс тела за довольно-таки небольшой промежуток времени. И тоже обратиться к эндокринологу обязательно для проверки. Также и набор масс тела однозначно. Плюс тут идет консультация смежных специалистов, это терапевта, диетолога и эндокринолога в том числе. Дальше, как ни странно, расстройство пищеварения, то есть такие жалобы, как боли в животе, обязательно консультация эндокринолога, поскольку он тоже часто выявляется при эндокринологических патологиях. Дальше – дерматологические проблемы. Это акне, сухость кожных покровов. Также, помимо дерматолога, консультация эндокринолога обязательно. И потливость. Часто сейчас тоже приходят женщины с жалобами на потливость. Помимо консультации терапевта-гинеколога, эндокринолога тоже посетить обязательно. Ну и сейчас тоже проблема, которая посвящается большое количество времени – это остеопороз. При любом гормональном нарушении, конечно, нужно обратиться в первую очередь к эндокринологу для определения дальнейшей тактики лечения. Когда мы пришли на прием к эндокринологу, как проходит диагностику этого врача? Ну, начинаем мы, конечно, с самого элементарного всегда. Это, конечно же, клинический анализ крови, это биохимический анализ крови. Для эндокринолога важны такие показатели, конечно, как глюкоза, у которых мы после 40 лет должны обязательно измеряться у каждого пациента раз в год. Это холестерин с делением на фракции, это липопротеин высокой и низкой плотности, плюс обязательно кальций. И билирубины и показатели печени трансаминазы. Следующий анализ – это общий анализ мочи, обязательно смотрится. Анализ крови на витамин D. Важный анализ, который мы берем абсолютно практически у каждого пациента, или это анализ крови на тиреотропный гормон, который регулирует деятельность щитовидной железы. Если уже у нас будут какие-то вопросы, то есть тиреотропный гормон будет повышен либо понижен, то мы, соответственно, потом берем гормон тероксин, триодтиранин и необходимые антитела. В общем, и УЗИ щитовидной железы по показаниям, УЗИ органов брюшной полости также по показаниям, та же денситометрия, опять же, по показаниям, в зависимости от наличия переломов. Ну, конечно, эта флюорография должна быть у каждого абсолютно пациента, а дальше все абсолютно индивидуально. То есть это минимальный тот спектр, который нужно сдать. Перечисленные вами анализы нужно сдать до похода к врачу-эндокринологу или вы сами назначаете анализы? Назначим, конечно, все анализы в поликлинике. Все эти анализы проходят бесплатно. Как проходит лечение или у каждого оно индивидуально? В основном, да, все зависит от доминирующей патологии. Гормонов у нас много, заболеваний, соответственно, тоже много, поэтому все зависит от того, какое заболевание. Есть ли какая-то статистика, у кого чаще всего бывает гормональный дисбаланс, у мужчины или у женщины? По-разному абсолютно. Допустим, щитовидной железы все равно больше это женщины обращаются с этой патологией. Если сахарный диабет, то сейчас, наверное, это 50 на 50, потому что очень, во-первых, он помолодел, то есть сейчас, особенно после ковида, то есть пациенты все приходят с высокими сахарами, как мужчины, так и женщины абсолютно по-разному. Огромное вам спасибо. Хотелось бы, конечно, предупредить пациентов о том, что необходимо употреблять в пищу ядированную соль, необходимо обязательно употреблять витамин D в профилактической дозировке 2000 единиц и профилактический прием эндокринолога. Сегодня мы поговорили про гормональный дисбаланс и узнали, при каких симптомах нужно незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу. А вы берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова